Добрый день, мы находимся в бухте Половинной. Меня зовут Александр, я гид по городу Иркутск, а также по Байкалу. Это место прославило Кугобайкальскую железную дорогу тем, что здесь находится самый длинный тоннельный Кугобайкальской железной дороги и самый короткий, а также знаменитое кладбище, где покоятся останки также итальянских рабочих, которые принимали непосредственно участие в строительстве этого великого стального пути. Вот здесь, в моих бутылках, здесь лежит тело итальянского гражданства Бровидани, который умерло здесь в 1903 году. И итальянские граждане привезли здесь эту птицу, здесь сказали, я не знаю, что это значит, в итальянском... Манди? Манди фурлан. Манди фурлан. Манди фурлан. В бутылке в Байкал? Да, он умерли с длинными. Прохватило, злоя в ваттху 1903 года. Окей, коррекция, он не убил, он умерло, он умерло в Байкал. Какие граждане итальянские граждане? Тут они пришли около 600 итальянские граждане. Это была большая группа страны, которые участвовали в эту высокую бутылку. Это было около 20 тысяч русских работников, и из них 600 человек были из Италии. Это должен быть еще один, но я не могу видеть. Я ходил вокруг этой цематерией, смотрел на каждую таблетку, и только после 30 минут я нашел это. Рассейн Пис, итальянский работник.